Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И так далее Там произошло полный шок И вы просто будете в шоке В этой серии в конце Может сами поймете что там произошло Ну наверное сами в курсе что там произошло С вами этот великий Михаил Михаил Ильич Пацан Очень хочется вас облагодарить За то что вы набрали 2 половины подписчиков Ладно шучу 2500 подписчиков ребят Огромное всем спасибо Вам респект большой Спасибо вам большое букву С вами Начинаем короче Снимать ШГШ Сейчас короче вы будете ставьте больше лайков Вот Поставил видео лайк И так же вы сделаете Подпишитесь на мой канал И ставим еще раз лайк Ну пишите в комментарии Если комментарии ютуб не отключат То вообще жизненный кайф будет В общем в описании видео я напишу Подписаться на мой телеграм канал И заходить на мой паблик ВКонтакте И короче там Ну будете кайфовать Жидимым кайфом Ребят Давайте Ставьте еще раз Свои жарники лайки И мы Начинаем смотреть ШГШ Всем приятного просмотра 10 лайков И мы публикуем новое видео А если ты еще не подписан на канал Сделай это прямо сейчас Какой еще звонок На что квартиру перепутали Слышишь Ты что это придумал Значит смотри Исход такой Я помню Дима уже позвонил В эту полицию И сказал что этот Отчим избивает его И маму Вот поэтому Решил Вызвать полицию Чтобы больше Такой ситуации Не повторировать Ты сейчас навсегда Пропадаешь из нашей семьи Больше не отравляешь Жизнь моей мамы Или я сейчас ему скажу Что ты не только меня избивал А еще и труп Ты еще ну как вообще Я офигел Сначала ментов На меня вызвать Теперь еще и шантажируешь Я тебе сейчас Ай Это ты уже стал другим Или только становишься Кстати друзьям на зоне Передавай прийти Я что жить не даю У вас там все хорошо Что выбрал Побег или тюрьм Все нормально Товарищ полиция Вы говорите Анонимный звон Что нельзя проверить Кто звонил Вот у нас соседи Разберемся Сейчас здесь всех опрошу И пойду пососить Берешь свое барахло Своего сына Чтоб до утра Вас тут не было Я никогда не буду работать Ни за что не окунусь В эту пропасть Буду самым первым на глупость А для моей мамы это преступность Я буду завтракать вечно обедом На кроватке укрывшись пледом Все спросят Как ты Как настроенье Я отвечу Оно офигенное Неофигенно Очень покинул нашу семью И к тому же я обещал, что в следующий раз буду Какая миленькая парочка, ребят Ну а что, не так? А может мне это уже не надо? Цветы у меня есть Как тебе проживу? И значит, два максори тебе тоже не нужны? Ксюша, завтрак на столе и семья вас ждет Эльза, сейчас буду А поцелуй тогда после завтрака Если заслужишь Ксюша, с самого утра и хорошее настроение Как покатались? Спасибо вам большое, было все супер А может завтраку приступим? Может чуточку позже? Мы кое-кого ждем Кого? Вроде все за столом Кого, кого Дима знает лучше всех Если честно, я давно ждал этой встречи Проходите А завтраку что желаете? Чай, кофе или может быть сок? Или бутылочку вина? Отметим знакомство Думаешь, можешь решать с кем-нибудь? Я не понял А что это? А что это будет? Ого-го Будь, а с кем-нибудь слишком взрослый стал? Или тебе надо умело? Ну мама, ну хорош, ну блин Ну не надо скандалить Ну подкандалили, ладно Твоя новая богатая семейка Что? Не дотягиваю до их уровня? Да, конечно Кто я такая? Да вы не здесь Извините, пожалуйста Вы передо мной извинишься? Да дома не бывает Думаешь, позвонил в полицию И решил все проблемы, да? Я ночами не сплю Плачу Думаю, как снова склеить семью? Послушайте, может стоит успокоиться? Действительно, может лучше сядете за стол Мы сейчас все обсуждаем? Если желаете, можете поговорить с ним Если вы богатая, вы можете командовать мне Ну блин, ну хорош Нет, что делать? Собирая вещи, мы идем домой Я не знаю, как, но ты исправишь ту ситуацию, которая настройка Я никуда не поеду Ты выбираешь человека, который тебя избивает И хочешь с ним склеить семью? Мам, ты достойна лучшего Он прав Вы и так много чего пережили Вам просто нужно Сохрой свой рот, вертихвостка Вы как с моей дочерью разговариваете? Вы живете в своем вымышленном мире И с реальностью он не имеет ничего общего Елизан, позови Сережу, чтобы ее вывели Не надо никого звать, мы уходим Ема сам решит, уходить ему или нет А вы выпейте водички и успокойтесь Вот Жить Конечно, это жить полное То, что когда мать, короче, решила Позорить семью, это вообще жить Просто жить, ребят Обхлебни свои водички Это наша не последняя встреча Богатые меценеры Да Первое знакомство с родителем и парнем моей дочери И сразу такое Она всегда у вас такая? И что это за история с полицей Мне очень стыдно Я извиняюсь Я, наверное, лучше пойду Когда ты пойдешь? Я Простите меня Простите меня, пожалуйста Да почему она меня винит в этом? Это я решила ее проблему Это я нашел выход Это я не побоялся, что ты Да, все Начались проблемы Началось Изменить Слышь, брат У тебя все хорошо Тут Ксюша с тобой связаться не может Ты где вообще? Она меня опозорила Как мне теперь смотреть в глаза родителям Ксюши? Я понимаю, что возможно не должна вмешиваться Но если вдруг нужна помощь Ты мне скажи Я рядом И пожалуйста, выйди на связь Лучше за себя переживайте все Я просто хочу побыть один Родители все понимают Ты тут не виноват Хотя бы скажи где Как же стыдно Я просто хочу, чтобы этого дня никогда не было Ну тут у меня два варианта Либо ты очень соскучился по нашим душевным разговорам Либо Появил тебя По душевным разговорам, конечно, я соскучу тебя Ой, это прям юморист, юморист Много проблем Как вы меня нашли? Как я тебя нашел в своем офисе Сработала сигнализация и приехал я Правда, я не думал, что это будет Что? Как сигнализация? А почему я не слышал? Извините, но я не уйду отсюда Мне просто некуда идти Мама Долго Для Польта Арнольдовича Не хочу его беспокоить И поэтому ты решил вломиться сюда? Ну, я ничего не украл И это пока самое положительное за этот день Чувство юмора есть, значит, мне все потеряно Может, поговорим? Ну, так сказать Внеплановый сеанс Вам домой не нужно? Просто я сейчас не сильно хочу говорить Ну, одного я тебе точно не оставлю, поэтому А если я буду не... Ай, ёлки-палки, ну капец вообще Не один До утра можешь быть здесь Ключ оставь на том же месте, где и взял юмор И я тебе умоляю Если снова что-то пойдет не по плану Сначала позвоним Что ей сказать? Что ей сказать? Ты не имеешь никакого права вот так брать И исчезать Писать мне СМС А я должна участвовать к тебе через весь город Под этим чертовым дождем Тебе капец как повезло Что я тебя люблю Да, вот это понимаю Делал весь этот путь, чтобы сказать, что... Нет, еще я взяла плед И что-то я не сильно слышу, как ты меня любишь Ксюш, я тебя безумно люблю Вот если любишь, то включай музыку Кажется, кто-то обещал, что целый день мой Ты сегодня куда-то пропал Получается, у меня остается только ночь Пошла зараза Прикольно так пошло Так, прикольно Не після школы снова сама Отчасти очень даже странно, что мы на полу в кабинете у твоего психолога Ну, согласись, тут уютно Уютно там, где ты Прикольно У меня уже начались слезы Проблемы снова Какие проблемы? А мы еще и зашишали Из-за нее тихо с тобой О, опять проблемные классы Опять сейчас начнется Цирк опять, как обычно, ничего не изменилось Сейчас начнется проблема Да, она всегда из себя жертву строила Она набиралась у Димы При этом она с ними и тусовалась Что ничего? Но, что, Дима, это не ты слил фотки Не означает, что ты нормальный Ты прикрывал ее, зная, что она сделала Мы бы хотели извиниться Извиниться перед этими? Которые знали, что делать Полина И тупо сывили ее? Больница, паблик в телеге Сколько всего уже было Вся школа уже знает про ситуацию с Филом Мы понимаем-то, что это ваше х** дело Мы пойдем, и все директоры расскажут Ты дурак или как, Ковран? Ты кого превратил опять? Из-за бабушки твоей или из-за кого? Чего вы даже говорите? Чего к директору не идет? А мы сейчас пойдем Тогда не забудьте рассказать про плакат Какой плакат? Который вы повесили и сказали, что это в наших рук дело? Это в ваших рук дело? Ага, я сам написал про себя гадости И повесил на входе в школу Ты тупой Получается, Ковран тебе от 8 до 15 свесит А всем остальным... А, как Ковран, это, 7 до 15, да? Как и у бабушки Скажем, Ковальник тронет, будет на месте Фила А ты не боишься, что за такие угрозы реально сядешь? А ты по итогу с ними или с нами? А что за собрание? Да так Думаем, кто следующий после Фила, которого ты довела своим пабликом Вся школа уже знает Ты убийца, Полина Что? Ну чего? Господи, ну хватит уже одно и то же Хватит задираться Хватит... Блин, мне так жалко Полину, конечно же, тоже Блин, ну... Блин, ну очень жалко Тебя, по-моему, с первого раза не доходит Да, Май? Угажайте сколько хочешь Нет, дерзкий, вы играете в какие-то свои игры Но нас сюда не втягивайте Я, как староста, должен сказать, что не поддерживаю ни одно насилие в этом курсе А как же учитель астрономии? Больше не нет Ага, благодаря тебе Так давайте вы все будете решать свои проблемы, а мы... А вы все дружно пойдете в жопу Ты, Дима Может, ты дружно окружаешь? Ты, ты Особенно ты, Полина Почему вы мне не рассказали? Вы знали об этом? Так, мы это... Мы не хотели, чтобы ты думала, что это из-за тебя Да, на тебя просто и так много что свалилось Та компания, граффити, слитые фото А мы пытались уберечь тебя от этого Не из-за меня? Вас кто-то просил меня беречь! Можно мне было просто сказать правду? Я что для вас, маленькая девочка? Или меня постоянно жалеть надо? Да никто не должен тебя постоянно жалеть! Мы просто хотели, чтобы ты пару дней не думала об этом все А потом бы мы все рассказали! Ты знала! Слышь, Юра, ты же там с Полиной держишь? Хоть не целовался с ним, то мало ли, подхватить я ничего там мог Че сказал? Отпусти его! Послушай, я себя зашкварленным бывшим А я верила, что вы за меня! Классная тусовка! Вот и общайтесь дальше втроем! А вам лучше не подходить ко мне близко! Мало ли чем еще можете заразиться! Я за ней! Я половину из всего этого не понял! Но то, что вы точно сядете, это я понял! Повторяешься! В прошлый раз так же говорил! Ну потому что просится! Вы сейчас слышите сами себя! Если вы не прекратите, я сейчас кому-то втащу! О, Ромка, хоть один нормальный! Спасибо, что за нас! Потому что... Ну, Роман хоть всегда был нормальным человеком! Ромочка, да, он нормальный человек! Я знаю! Кто знает на честь стороне правды? Он с нами! Не с вами! Вы постоянно попадаете в проблемы! А вы, вместо того, чтобы помогать, вас соберете и обзираете! В этом классе лучше быть одному! Ву-ву-ву! А что вы тут стоите все? Сейчас как дам умывальника! Папа, не надо! Стыдно! А вы не видели директора умывальника? Вы продолжайте свои дебаты, а я пока папу к директору отведу! Да тут и продолжать нечего! Все и так понятно! О, а может и новые подробности будут? Ой-ой-ой! Очень дыра, говоришь! Ксюша же раньше его нос ломал, или как? А, разбил его нос, короче, дермана, и он теперь цикует! Как она? Ну, такое! Ей бы одна побыть, всю информацию переводить! Последний раз, когда она была одна, мы вляпались в еще большее дерьмо! Ладно, давайте после урока отсутствуем! А что, это твое животное? Что вы вылыпаетесь, а? Все по местам! Что летут, как истуканы! А я и забыл, как выглядят другие учителя! Все, Андрей! Ха-ха-ха-ха! Зачевать, начевать! Давай, юборит, начинай! Ха-ха-ха! А вы как завучи решили все принять на математическом мире? Ой, капец! Если что, я обычный учитель-ученик! А это случайно не из-за последних событий, которые произошли в школе! А, я понял! Вам просто нравилось орать на учеников! А настоящую ответственность вы на себя брать боитесь! Вот почему вам никогда не заменить расширенности! Камрадовна, ты научил ее так быстро в воздухе переобуваться? Вот если бы я вас воспитывал! Тогда бы я был вот такого роста, ну и вот такого ума! София Андреевна, я больше не буду опаздывать на ваши уроки! Можно мне сесть на место? Казалось же, нет! Сначала ответите, потом сядете! Бабушка, если сесть, то я так этим партал! Что там, Полина, новостей нет? Не молчит! Кстати, что у тебя там с мамой? После школы будем решать! Дерзкий! Тебе не ответила? Мишина, что делать будем? Мне нравится, мне рассказать, что она опять одна и в подавленном состоянии! Теперь это все будет нас постоянно преследовать? Будем бояться, что Полина может что-то сделать? Кажется, это она от тебя нахваталась! Где ты вчера потерялась? Всех на уши поднял, не ответил! Ну, я так-то ответил! Кстати, спасибо за вчерашний вечер! Я извиняюсь, что прерываю романтику, но напоминаю! По-ли-на! Ксюша же сказала, что все нормально! Просто ей надо все это переводить! Может, ты прав, я просто себя накручиваю! Мы столько всего схавали за эти дни, что у меня действительно мозги на место встали! Задние парты! Что такое? Какие претензии, София Андреевна? Мы сидим! Димка! Просто ей надо все! Дничку вы хотели! Сталин! Если вы думаете, что я еще раз поведусь на такие умов... Ничего! И стану защищать кого-то из вас, так как я защищала Полину, то вы глубоко заблуждаетесь! Я знаю больше, чем вы думаете! И про паблики, и про граффити, и про Фила! Про Фила я узнала позже! Полина ваша такая же мерзкая, как и Фил! А всю вашу компашку школа уже не переваривает! Так что сядьте, закройте рты, и готовимся следующими выходить к доске! София Андреевна, можно войти? Полурока его не было, и вот он пришел! Да, началось! Отец ваш еще в школе? Я бы хотела поговорить с ним по поводу поведения вашего! Я умывальник вернул, сейчас бы пригодился! Я пора подумала, может, начнем на руки математики прогуливать? Я просто знаю как минимум три профессии, где она не пригодится! Нет, давай пока без этого обойдемся! Лайтовый день! Лайтовый день! Следующий урок у вас химия? А у вас астрономия? Вернее, отдых! Да не, он уже вышел с больницы! Если Орех не успел ему нового умывания, как голову размыслить! А лучше бы я голову беды! С Фиандрином можно выйти? А что, как только нужно отвечать, так резко в туалет нужно? Мне кажется, она наша одноклассница проблема! Да у вашей четверки каждый день какие-то вечные проблемы! Что мне теперь отпускать вас нужно? Рина, на крыше! На какой крыше? Пашизе обещала! Встаем! Вы куда собрались? О, Пашир, разгрыбать проблемы, нормально! Я вам сейчас всем палочки поставлю! Свою бабушка, я вы их лучше отпустили! И тебе тоже палочка! Никто никуда не пойдет! Да хоть все палочки мирно поставьте! В школу не пускайте! Но знаете, в чем разница между вами и нами? Мы хотя бы... Которые жертвуют своим! Чтобы спасти другого! Вы литературу с математикой перепутали! Не надо мне здесь разглагольствовать! Так, все, мать, иди подыши в учительской! Вы что? Сори, но вы сейчас реально не правы! Ну да, не правы, правы! Мы так полрайона можем обойти! Если надо будет, то хоть весь город! Чтобы времени вообще у нас! Можно же нажать отцу или полицию звонить, а не играть в героев! А если мы не успеем? Как думаете, она дома у Фила была? Думаешь, что она столько символизм? Какой адрес? Соринись, 16, 17, что там было, помнишь? Надо в паблике посмотреть! Которую удалили? Точно! Так, ладно, я на 17, вы на 16! Чего стоим? Пошли! Пиши, детка! Полин, ты что там надумала? Что вы тут делаете? Делаем так, чтобы ты опять не натворила глупостей! Помнишь свое обещание, Рашиди? Причем тут это? Я хочу, чтобы все наконец-то встало на свои места! Без тайн, интри, без оправданий друг друга! Я уже сама запуталась, где правда, а что надумано? Все против меня! Все мне либо не доверяют, либо врут, либо используют! Даже родной отец сказал, что не знает, в кого я превратилась! Я потеряла тебя! Я потеряла все! Капец, меня жалко! Очень жалко! Все из-за одной глупой ошибки! А сколько раз ты ошибался? И что ты потерял? Ничего! А я потеряла все! Я ненавижу себя! Кем я стала? Я для всех обуза! Я никому не нужна! Ты мне нужна! Не глупи, не делай того, что задумала! Знаешь, что я задумала? Ты это все сейчас говоришь, чтобы в очередной раз меня успокоить! Я вам не игрушка, которой можно поиграться и бросить! А сейчас я сделаю торр, для чего пришла сюда! А ты не замечала то, что я закрашиваю эти чертовы графики? Что я приехал на тусовку искать аптечку, чтобы спасти твоего гребаного Фила? Что я искал автора паблика, просто чтобы защитить тебя? Да, мне Дима помогал, но я делал это сам! Для тебя! Да что тебе еще не хватает? Вокруг тебя друзья, которые выручают тебя! Отец, который может и злиться, но все равно любит тебя! Парень, которого ты не замечаешь, а он замечает каждую мелочь в тебе! Да он ради тебя хоть об скалы разобьется! Ты ведь снова хочешь почувствовать себя любимой! Ты снова хочешь чувствовать теплоту, улыбаться по пустякам! Ну, да! Ну, началось! Ну, началось! Какая мёта! Вот он её любит! Эй! Я вообще-то тоже тебя люблю! А я люблю тебя! А зачем ты вообще телеком на крышу выперу? Стрим! То есть, то, что мы с тобой целовались и видели не только Дима с Ксюшей, но и вся школа? Ну, да! Ну, в принципе! Ну, чего? Теперь сейчас вся школа увидит, а потом еще хуже будет проблем или как там? Если бить, одной проблемой меньше, не придется всем объяснять, что мы вместе! С чем ты вообще стрим начала? Я просто хотела извиниться перед всеми, кому испортила жизнь и обидела! Знаете, то, что паблик действительно мой! А вы что подумали? Чего мы не подумали? Просто переживали! Кстати, о переживаниях кажется, нам теперь на математику дорога закрыта! Ничего! Это директор! Что, тоже видел стрим? Ладно, лучше ответь! Да! Дмитрий, вы где? Да тут! Это... Далеко от дома? Да не особо! Дмитрий, скиньте адрес, и я сейчас за вами заеду! А, зачем? Адрес, скинь, я тебе говорю! Минут 10-15 я буду! Ты куда собрался? Квартира горит! Дом эвакуирована! Ну, там моя мама! Вроде всех вывели, всех эвакуировали! Ну, проверим! Какая квартира? Ха-ха-ха-ха! Прям пожар, серьезно? Скинь, успокойтесь, я вас прошу, успокойтесь! Куда собрался? А, ну, понятно! То есть, пожар, пожар! Ну, блин, ну, актеры, конечно, актер и игра! Муансы, конечно, ребят, новые красавы, конечно, играть в такую роль! Мне очень сильно нравится, когда вы так играете эту роль! Честно, мне очень сильно нравится! Приятно даже на вас смотреть, даже... Особенно на Руслана, который все делает... Придумываю делать так, чтобы актеры играли такую игру, чтобы займуты поняли! Ну, я, конечно, там понял! Вот! Руслан говорит, а не выполняет то, что это... И все! Ну, вроде так, а вроде нет, я не знаю как! Квартира горит! Дом эвакуирована! Ну, там моя мама! Ну, вроде всех вывели, всех эвакуировали! Ну, проверим, какая квартира! 78! Так это она и горит! Ну, блин, 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 блин! Успокойтесь! Я вас прошу, успокойтесь! Все будет хорошо! Я просто уверен в вашей маме дома! Не было! Так что все будет хорошо! Мама! Смотрите! История заканчивается, ребят! Ребят, история заканчивается! Надеюсь, вам понравится это видео! Подтапьте лайк и подписывайтесь на канал! Весь с вами был Михаил Юрьевич Пацан! Всем удачи, всем пока-пока! Подписываемся на канал, потому что моя цель это 3000 подписчиков за конца сделать до лета! Ну, до 2 месяца мы точно это успеем делать! Я вот уверен, да? А вроде нет! Ну, ладно! Ладно! Сегодня был Михаил Юрьевич Пацан! Всем удачи! Всем пока-пока! Ребята, огромное спасибо всем за просмотр! А также не забывайте подписываться на телеграм-канал, где выходит последняя актуальная информация! Не забывайте ставить лайк под видос! Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на ютуб-канал и всем пока-пока!